В Севастополе появится собственная лаборатория оценки качества ремонта дорог. А местным подрядчикам простят затянутые сроки сдачи двух городских объектов в Молочной Балке и на Фиолентовском шоссе. Об этом сообщил заместитель губернатора города Владимир Васильевич Базаров на брифинге 27 октября. Следующие ремонтные компании мы должны сертифицировать нашу лабораторию, которая проверяет качество укладки асфальта на наших дорогах. Пока мы пользуемся услугами сторонних организаций сертифицированных лабораторий, но мы поставили задачу, чтобы такая лаборатория у нас была своя. Владимир Базаров отметил, что в планах правительства города принципиально поменять схему организации работ по ремонту дорог. Главным заказчиком станет государственное предприятие Севавтодор. Часть работ это учреждение будет выполнять собственными силами и часть работ будет точно так же уже по 44 закону, как это положено. Часть работ будет выставлять на торги, но самое главное оно будет главным заказчиком по ремонту дорог. По информации вице-губернатора, уже завершен ремонт 34 из 42 городских дорог. Еще 8 объектов находятся в разной степени готовности и будут завершены в следующем году. Так, бюрократические проволочки не позволяют завершить в срок капитальный ремонт дороги через молочную балку и участок Фиолентовского шоссе в районе Авторынка. На заседании правительства 27 октября временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников выслушал аргументы чиновников. Он позволил продлить капитальный ремонт на 20 дней. Один день просрочки мог бы стоить подрядчикам 800 тысяч рублей. В 2014 году почему-то вот эти наши старейшие компании выдавили с рынка, с городского, куда-то на окраины совершенно. Были отданы контракты непонятным организациям, у которых кроме ручки и блокнота ничего нет. Ну, в результате мы имеем суды, которые до сих пор не закончились. Хорошо, деньги не заплатили. Возвращаясь к нашим подрядчикам, которые были выдавлены, в этом году они впервые вернулись в город на городские объекты и работают достаточно хорошо. Не хотелось бы, понимая, что причины для отсрочки объективной, не хотелось бы подкашивать их в тот момент, когда они только начинают подниматься на ноги.